Глава 10. Свадьба Господа Калки и принцессы Подмовати. Молитвы царей Господу Калки. Сута Госвами сказал, Подмовати поняла, что Господь Калки был никем иным, как Господом Хари, и поэтому она почувствовала смущение. Создавленным от любви голосом она начала возносить молитвы. О, муж богини Лакшми, ты повелитель вселенной и защитник религиозных принципов. О, бесгрешный Господь, сейчас я осознал твое истинное положение, и я принимаю прибежище у тебя. Пожалуйста, защити меня. Несмотря на то, что тебя очень трудно достичь, по твоей милости я вижу твои лотосные стопы, благодаря соблюдению аскез, раздаче милостыни, воспеванию мантр, соблюдению обетов, которые были моим подношением к тебе. Сейчас позволь мне вернуться домой после прикосновения к твоим нежным лотосным стопам, чтобы я могла известить всех о чудесной новости. После произнесения этих слов невообразимо прекрасная Падмавати вернулась домой и сообщила своему отцу через посланника о благодатном прибытии Господа Калки, воплощение Шри Хари. Когда царь услышал от посланниц Падмавати новость о прибытии Господа Хари, намеренного жениться на его дочери, он погрузился в океан счастья. Царь и его министры-священники, брахманы, друзья и родственники поспешно отправились приветствовать Господа Калки в радостном настроении. Все это действие сопровождалось песнями, танцами и музыкой. По приказу царя все арки города Курамати были украшены флагами и другими благоприятными знаками. Улицы города усыпаны ароматными цветами. Когда царь Брихадратха приблизился к озеру, он увидел сына Вишну Яши, Господа Вишну, примежища всех обездоленных, учителя вселенной, сидящего на троне, украшенном драгоценными камнями. Золотые цепочки на темном теле Господа напоминали молнии, сияющие на фоне грозового облака. Красота трансцендентного тела Господа просрамляла гордость Купидона. На самом деле, верховная божественная личность является источником всех видов красоты. Он был одет в желтые одежды с темной каймой. При виде всепривлекательного мужа, богини удачи и процветания, Господа Кхалки, являющегося обидателю всех возвышенных трансцендентных качеств, счастью царя не было границ. Слезы любви не переставая текли из его глаз. После уважительного приветствия царь сказал, «О Господь Вселенной! Подобно тому, как сын Матхаты Мучукунда встретился с Кришной в темном лесу, так благодаря великой удаче я встретил тебя сегодня!» Произнеся свою приветственную речь, царь с большим благоговением поклонился Господу Кхалки. Далее он пригласил гостя во дворец, обустроенный колоннами, воротами и жилыми помещениями. Затем он верил в свою дочь Господу. Таким образом, царь Брихадратха выдал замуж свою дочь под Мавати, чьи глаза были подобны лепесткам лотоса, чей аромат был подобен благоуханию лотосов, родившуюся в месте, где росло много лотосов за Верховного Господа, чей пупок был подобен лотосу. Находясь вместе со своей вечной супругой на острове Симхала, господь Кхалки был прославлен многими возвышенными личностями. Он решил пожить на острове некоторое время, поскольку хотел поближе ознакомиться с его достопримечательностями. Цари, превратившиеся в женщин, которые проживали на острове Симхала в качестве подруг под Мавати, устремились навстречу Господу Кхалки, повелителю вселенной. Увидев Кхалки, они припали к его лотосным стопам, и по велению Господа, цари вернулись в свое изначальное состояние. Они вновь стали мужчинами, искупавшись в реке Рева. Лицо под Мавати было светлым, как молния, а лицо Господа Кхалки темным, как дождевое облако. Таким образом, в материальном мире они были антиподами. Принцесса под Мавати носила синие одежды, а Господь Кхалки – желтые. Оказавшись под благоприятным влиянием Господа Кхалки, все цари стали его вечными спутниками, и они вознесли ему свои молитвы с глубокой и чистой преданностью. Цари сказали, «О Господь, вся слава принадлежит тебе! Лишь благодаря твоей воле существует весь этот пестрый материальный мир, являющийся твоей внешней энергией. Когда все объекты в пределах трех миров были покрыты потопом, веды утратились, но ты явился как Матсия». Чтобы защитить религиозные принципы, которые устанавливал ранее, когда демоны одержали победу над Индрой, царем небес, и могущественный Хираньякша собирался убить его, «Ты снизошел, как варраха, чтобы уничтожить царя демонов и спасти землю. Дай теперь и нам свою защиту, а Господь!» Давным-давно полубогие демоны договорились пахтать молочный океан с целью получения нектара. Они использовали гору Мандара, как маслобойный венчик, но ничто не могло выдержать ее вес, и тогда сам ты снизошел, как Господь Курма, и держал гору Мандара на своей спине. «О, Господь! В тот раз ты принял эту форму лишь для того, чтобы полубоги могли пить нектар бессмертия. Теперь будь милостив к этим падшим и презренным царям, таким как мы, когда могущественный Хираньяк Ашипу, завоевавший все три мира, начал притеснять полубогов, оказавшихся из-за этого в постоянном страхе. Ты убил этого царя демонов, чтобы защитить их, потому что благодаря благословению Господа Прахмы его не могли убить ни люди, ни полубоги, ни ганхарвы, кенары или наги, никаким видом оружия. Он не мог погибнуть ни на райских небесных планетах, ни на земле, ни в низших мирах ада. Его нельзя было убить ни днем, ни ночью. Тем не менее, ты снизошел, как получеловек, полулев в форме Господа Нарисимхадева, чтобы, не нарушив благословение Господа Прахмы, уничтожить зло. Демон попытался тебя укусить, но ты разорвал грудь Хираньяк Ашипу острыми когтями и отправил его в обытили Ямараджи. Ты снизошел, как младший брат Индры, в Аманнадева, приняв облик Брахмана Карлика. И когда царь Бали проводил великое жертвоприношение, ты отправился к нему и попросил его пожертвовать кусок земли. Всего три своих шага. Двумя шагами ты пересек все три мира. В итоге ты отправил царя демонов править низшими планетами. И, отвечая ему взаимностью за его чистую преданность, ты служил там в качестве его привратника. Когда цари земли, такие как Хайкая, возгордились своим великим могуществом и позабыли религиозные принципы, ты снизошел, как парашурама, явившись в династии Бхригу, чтобы уничтожить их. В этом воплощении ты разгневался на кшатриев за кражу отцовской коровы и уничтожил двадцать одно поколение кшатрийских лидеров. Позже, когда три мира изнемогали из обещинства десятиглавого Раваны, демонического сына мудреца Вишравы из династии Пуластьи, ты снизошел в солнечной династии, как сын царя Дашарадхи, и уничтожил Равану. Ты овладел искусством стрельбы из лука благодаря мудрецу Вишвамитри и отправился в лес, где провел в скитаниях четырнадцать лет. После этого Равана похитил твою жену Ситу, из-за чего ты пришел в ярость и пересек океан, построив мост на остров с помощью армии обезьян, после чего убил правителя острова Равану. Потом ты, словно луна, снизошел в династии Яду, как прямой потомок Васудевы в образе Володевы. Ты уменьшил бремя земли, уничтожив множество демонов. В это время все полубоги и преданные поклонились твоим лотосным стопам. В положенное время ты появился как Господь Будда и продемонстрировал ненависть к ведическим принципам, которые были установлены самим Господом. Ты вдохновил своих последователей отвернуться от этого иллюзорного материального мира, отказавшись от всех желаний и стремлений к чувственным удовольствиям. Хотя ты отверг ведические писания, ты никогда не отвергал мирскую этику. Сейчас уже ты снизошел на землю, как Господь Калки, чтобы уничтожить всю династию Кали, а также буддистов, безбожников и млечь дикарей, тем самым защитить принципы религии. Что можно еще сказать о твоей беспричиной милости? В то время как мы, обычные человеческие существа, страдаем от стрел Купидона, увидев прекрасную женщину и стремимся к чувственным удовольствиям, ты же, верховная личность Бога, чья слава неизмерима для великих полубогов и самого Брахмы, полностью свободен и контролируешь свои чувства. Для обычных людей чрезвычайно трудно снискать прибежище у твоих лотосных стоп, однако ты являешь океан милости, мы нашли прибежище у твоих лотосных стоп и надеемся, что ты окинешь своим взором наши тела и души. Так заканчивается перевод 10 главы Шрикалки Пураны. Глава 11. История о том, как Ананта попал под влияние Майи. Сута Госвами сказал, «Услышав молитвы предавшихся Господу царей, верховная божественная личность, Господь Калки, поведал обязанности четырех варнг – брахманов, кшатриев, ващьев и шудр. Господь описал правила поведения, предусмотренные священным писаниями для разных классов людей, будь они домохозяевами или отшельниками. Слушая речь Господа Калки, цари в своих сердцах очистились. Они еще раз склонились перед Господом и после этого спросили о существующих различиях между людьми. Они спросили, почему человеческие существа делятся на мужчин и женщин? Что служит этому причиной? Почему наши тела меняются от детства к юношеству и от юношества к старости? И почему мы познаем счастье и несчастье? О, Господь, пожалуйста, объясни все это. Также мы хотели бы услышать скрытые знания, о которых еще не ведаем. Затем Господь Калки призвал великого мудреца Ананту. Как только Господь вспомнил чистосердечного аскета, который соблюдал суровейшие обеты, он сразу же прибыл туда, думая, что Даршан Господа Калки принесет ему спасение. Ананта сказал, «Мой дорогой Господь, пожалуйста, закажи мне, как я могу тебе послужить». Господь Калки улыбнулся и ответил, «Ты знаешь все обо мне и моих играх. Судьба не может быть изменена, так как бездействие не может быть последствий». Услышав эти загадочные слова, Господа Калки мудрец испытал огромное удовлетворение. Когда Лотосаок и Господь приготовился уйти, цари удивились и сказали следующее. Цари сказали, «Что этот великий мудрец говорил тебе? Что ты имел в виду?» Отвечая ему, «О чем вы ранее беседовали?» «Мы очень хотим услышать об этом». Чтобы удовлетворить интерес царей, Господь Калки ответил, «Если вы хотите знать, что произошло между нами, то с этим вопросом обратитесь к Ананте, проявив должное уважение к его возрасту». Получив ответ Господа Калки, все цари, которые присутствовали там, предложили свои поклоны великому мудрецу Ананте и затем обратились к нему, как полагается. Цари сказали, «О, возвышенный мудрец! Господь Калки является защитником религиозных принципов, и твой разговор с ним был очень личным. Мы испытываем горячее желание услышать смысл сказанного. Пожалуйста, объясни нам!» Великий мудрец Ананта сказал, «Давным-давно жил мудрец по имени Ведрума в городе Пурика. Он хорошо разбирался в ведах, был высокообразованным и удачливым во всем. Я его единственный сын. Моя мать Сома была очень целомудренной женщиной. Я родился, когда мои родители были уже совсем стары и оказался Евнухом. Мои родители были очень опечатлены тем, что я родился без гениталий. Все вокруг стали сплетничать и критиковать меня. Вскоре мой отец обезумел от горя и покинул дом, чтобы отправиться в лес и поклоняться Господу Шиве, мужу Парвати, предлагая ему ладан, лопатки с маслом кхи и сандаловой пастой. Ведрума говорил, «Я предлагаю свои поклоны Махадеве, который награждает благословениями и очень милостив, и являюсь единственным прибежищем для каждого живого существа и учителем вселенной. Его шея украшена змеем Масуки, и в его запутанных волосах располагается река Ганга, и он дарует трансцендентное счастье своим преданным». Махадева был очень доволен отцовскими молитвами. Он предстал перед моим отцом верхом на быке и, улыбаясь, проговорил, «Проси любое благословение». Мой отец сказал, «Я зачал сына, который родился евнухом, и мое сердце разрывается от боли. После услышанного муж порвать, и стоявший перед моим отцом, дал благословение, заверив его, твой сын станет красивым и мужественным человеком, настоящим мужчиной». Получив благословение, мой отец вернулся домой и обнаружил, что я стал привлекательным мужчиной. Счастью, у моих родителей не было границ. Со временем я вырос, и когда мне исполнилось 12 лет, пожилые родители организовали мою свадьбу, которую отпраздновали с большим размахом, пригласив всех друзей и родственников. Я женился на дочери Ежнараты. Она была изысканно прекрасна, будучи в рассвете своей молодости, и я очень привязался к домашней жизни и вскоре стал подкаблучником. Через некоторое время после нашей свадьбы мой отец и моя мать покинули этот мир. Я с осознанием долго исполнил все положенные похоронные обряды и другие ритуалы, которые провел совместно со своим товарищем и высокообразованными брахманами. Следуя сыновьему долгу, я накормил множество возвышенных личностей, пришедших на церемонию. После этого, страдая от разлуки с родителями, я посвятил себя преданному служению верховной личности Бога. Однажды господь Харий, удовлетворенный моим преданным служением, явился ко мне во сне. Он сказал, все совершенство и разнообразие этого мира и есть проявление моей иллюзорной энергии. Мои. Тот, кто сбит с толку этой иллюзии, думает, вот это мой отец, а это моя мать и так далее. Поэтому он испытывает ужасные страдания, страхи, тревоги и бедствия, а также страх старения и смерти. Услышав эти мудрые слова от господа Харий, я хотел возразить, но господь неожиданно исчез, и я проснулся. Я был очень удивлен и немедленно покинул свой город Пурика. Я устремился в Пурашатама к Шетру, за трансцендентную обитель господа Харий, вместе со своей женой. Там, с правой стороны храма Вишну, я построил свой ошрам и начал служить господу Харий вместе со своей женой и последователями. Проживая обители верховной личности Бога, у меня появилось желание увидеть иллюзорную энергию господа, Майю. Поэтому я начал медитировать на господа Вишну, который дарует освобождение из круговорота жизни и смерти, повторяя, танцуя и прославляя его славу. Минуло 12 лет. Однажды, прервав свой пост на Двадаши, я со своими последователями пошел искупаться в океане. Зайдя в воду, чтобы умыться, я неожиданно потерял равновесие и упал, а сильное течение подхватило и унесло меня от берега. И я был убежден, что сейчас умру. Все это время меня кусали различные рыбы и крабы. Иногда я полностью уходил под воду, иногда поднимался к поверхности воды. Мое сердце было очень беспокойным и напуганным. Постепенно под ударами волн я потерял сознание, и мое тело онемело. После гонимая ветром, мое бессознательное тело вынесло на берег, где-то на юге. В это время старый брахман по имени Бритха Шарма увидел меня лежащим на берегу. Он проникся состраданием ко мне, и после окончания своего поклонения Господу Вишни, он отнес меня в свой дом. Этот святой и богатый брахман Бритха Шарма проживал вместе со своей женой и детьми, и он заботился обо мне, как о своем сыне. Я не мог понять, где я был, как я очутился там и что со мной произошло. Я чувствовал себя очень печальным и продолжал жить в доме пожилого брахмана, относясь к нему, как к своему отцу, а к его жене, как к своей матери. Понимая, что я принадлежал к семейству дважды рожденных, Бритха Шарма выдал свою дочку Чарумати замуж за меня. Эта девушка была очень красива, цветом лица, как расплавленное золото. Она была обителью всех хороших качеств и очень культурной девушкой. Получив такую славную жену, я не мог поверить своему счастью. Чарумати всегда старалась доставить мне удовольствие. Я жил с ней при исполненной счастье, изучал пятерых сыновей. Я был погружен в океан блаженства материальной жизни. Вот имена моих пятерых сыновей, Джая, Виджая, Камала, Вимала и Будха, Как царю полубогов поклоняются все другие полубоги на райских планетах, так и я был уважаем своими детьми, друзьями, родственниками, доброжелятелями и всеми остальными. В школе моя слава распространилась повсюду. Со временем я решил, что мой старший сын, Будха, должен жениться. Один брахман по имени Тхармасара согласился выдать свою дочь сам уж за моего сына. В благоприятный день он пригласил высокообразованных брахманов и приготовил все необходимое для проведения ритуалов. Много привлекательных женщин, роскошных, одетых и наряженных в золотые украшения, радостно танцевали на праздники. Вся атмосфера была переполнена сладкими звуками музыкальных инструментов. Желая благословить своего сына, я направился на берег океана, где совершил жертвоприношение для предков, полубогов и великих мудрецов. После исполнения всех ритуалов я приготовился уходить, как вдруг заметил своих прошлых друзей и тех родственников, которые были со мной на Пурашатама к Шетре, совершая поклонение Господу. Я очень удивился, увидев их. Я был особенно удивлен, когда увидел, как они самозабвенно выполняли поклонение Господу Харри, соблюдая пост Экадаши на Двадаши. По моему удивлению, я осознал себя тем же самым красивым молодым человеком, который совершал омовение в море на Двадаши давным-давно. Когда мои друзья, которые находились в Пурашатама к Шетре, увидели меня, они сказали настороженно, «О, Ананта! Почему ты смотришь так обескоина?» «Ты великий Вайшнаф! Ты заметил что-то странное в море, на земле или на острове. И если ты увидел что-то удивительное, то расскажи нам! Теперь ты можешь прервать свой обет Экадаши!» Я им ответил, «Мои дорогие друзья, я ничего более удивительного никогда не видел и не слышал. Я был поражен возделениями и таким образом потерял свою жизнеспособность». В то же время я желал увидеть иллюзорную энергию Господа Харри, поэтому под влиянием Мои забыл все, что было связано со мной в прошлом и начал новую жизнь, полную возделения. Из-за материальной привязанности и под влиянием иллюзии я перестал понимать свое истинное положение. Я даже не предполагал, насколько я забыл себя истинного, однако никто вокруг не понял, что я попал под действие иллюзорной энергии Господа Майи. Мой разум был поглощен мыслями о детях, жене, богатстве и по организации женитьбы для моих детей. В результате я чувствовал себя всегда беспокоенным и печальной. Я даже забыл, что был Ананта, и вся моя жизнь в Пурашат-Микшетре казалась сном, когда моя гордая жена увидела меня в такой растерянности. Она заплакала. Увы! Что же произошло? Затем она зашлась в рыданиях. Когда я посмотрел на свою жену, с которой жил в Пурашат-Микшетре, то немедленно вспомнил все о своих детях, семье, хозяйстве и всем остальном. Мой разум стал спутанным и угрюмым. А вдруг, словно лебедь, передо мной появилась личность, которая стала меня успокаивать трезвыми рассуждениями. Это существо всегда видело вещи такими, какие они и есть, всезнающее, полностью удовлетворенное, погруженное в непрерывное размышление о Верховном Господе. Его сияние было подобно солнцу. Он предстал бесконечно милостивый, с наполненным гармонией с сердцем. Простое созерцание этой великой личности могло устранить все страдания любых живых существ. Мои родственники с глубоким уважением поклонились Парамахамсе, а затем попросили его помочь мне. Так заканчивается перевод 11 главы Шри Калки-Фураны. Глава 12. Встреча Ананты и Хамсы. Сута Гасвами сказал, после того, как Парамахамса принял пищу и удобно устроился, брахманы с Пурушатамакшетры спросили его, как я, Ананта, могу вернуть свое здоровье и душевное равновесие. Парамахамса понял озабоченность брахманов, поэтому он взглянул на меня и сказал, мой дорогой Ананта, что ты делаешь здесь? Где твоя жена Чаромати и пятеро твоих сыновей, возглавляемые Будхой? Где твой дом, богатства и родственники? Почему ты прибыл сюда, покинув их? Ведь сегодня предполагалось сыграть свадьбу твоего старшего сына Будхи. Ты проживал на южном берегу океана, и я видел, как ты усердно занимался подготовкой свадьбы для своего старшего сына. Люди, проживающие там, очень уважают тебя. Ты пригласил меня принять участие в свадьбе твоего сына, однако покинул всех и пришел сюда. Мне кажется, ты чем-то подавлен. Мой дорогой друг, ты был там пожилым человеком лет семидесяти. Как тебе удалось опять стать молодым человеком лет тридцати? Я никогда не видел в тех местах этой жены и родственников, которые теперь сидят рядом с тобой. Не понимаю, как я смог застать вас тут вместе? Действительно ли ты Ананта или может быть кто-то другой? Я Саньяси встретил тебя или может быть я встретил кого-то другого? Наша встреча здесь кажется очень странной. Ты домовладелец, который добросовестно выполняет свои профессиональные обязанности. Я же нищий, ведущий отрешенный образ жизни. Поэтому наша встреча здесь мне кажется нереальной, словно ребенок и сумасшедший начали вести диалог между собой. Увы, все это было забавой, созданной иллюзорной энергией Господа, которая предает забвению всех живых существ во всех трех мирах. Очень трудно осознать это, руководствовать простым житейским умом. Если не принять Господа как единственного властителя всего сущего, то невозможно понять, как действует майя. После произносения этих слов Парамахамса повернулся и обратился к величайшему из мудрецов Маркандеи, который находился в окружении других просвещенных Риши. О, удачливый, позволь мне описать некоторые события, произошедшие в будущем. Пожалуйста, выслушай внимательно. Говорят, что иллюзорная энергия Господа Майя содержится в водах опустошения, находящихся в животе Верховного Господа. Эта иллюзорная энергия всех сбивает с толку, подобно тому, как проститутка бронит по всему городу, Майя распространяет свое влияние на три мира. Влияние Майи порождает невежество, которое заставляет обусловленные души бесполезно переселяться из одного тела в другое, блуждая по берозданию. Таким образом, причиной всех материальных страданий является Майя. Во время пролая всеобщего уничтожения три мира погружаются в воды первичного океана, растворяясь без остатка. Все сферы бытия, такие как время, пространство и объекты становятся непроявленными, после чего Верховный Господь снова творит материальные элементы, создавая мир, и все вновь становится проявленным. По своей воле Господь разделяет себя на Пурушу и Пракритие, дух и материю. Далее Пуруша своим взглядом осеменяет Махататву, созданную из Пракритии. Из Махататвы создается ложное эго, а из ложного эго проявляются три гуны материальной природы. Брахма, Вишну и Махеша господствуют над гунами. И на эти три личности создают, поддерживают и разрушают мир. В начале творения пять тонких материальных элементов создаются из ложного эго, и из этих пяти тонких материальных элементов появляются пять грубых материальных элементов. Процесс творения начинается после того, как Господь бросает взгляд на материальную природу Майю. После этого полубоги, демоны, люди и другие подвижные и неподвижные живые существа создаются во Вселенной. Все категории обусловленных душ покрыты иллюзорной энергией Господа, и это является причиной всех их привязанностей. Они думают, это тело есть я, и все, что связано с этим телом, мое. Обусловленные души настолько глупы, что они даже не заботятся о том, чтобы освободиться из этой жалкой материальной жизни. Увы, но Майя очень сильна. Будучи сбитыми с толку иллюзорной энергии Господа Майи, даже полубоги, включая Брахму, непрестанно блуждают по материальному миру, словно быки, связанные веревкой, пронетой через ноздри или птицы, запертые в клетки. Великие души и мудрецы, которые стремятся пересечь океан иллюзорной энергии, являющиеся тюрьмой для обусловленных душ, воистину обладают великой доблестью и прославлены как знатоки истины. Шауна Кориши спросил Сутуга Свами, что сказали возвышенные мудрецы Васиштка и Вамадева, которых возглавляет Маркандея, после того, как они услышали столь чудную речь? Что сказали цари, собравшиеся выслушать Ананту? Любезно расскажи о самых тех, которые были поведаны тебе. Выслушав эти вопросы от Шауна Кориши Рамахар Шана Сута похвалил его и начал излагать уничтожающие все горести и тревоги духовное знание. Сута сказал, когда цари почтительно попросили продолжить разговор, Ананта объяснил, как можно преодолеть Майю, контролируя свои чувства и совершая строгие эпидемии. Ананта сказал, после этого я начал жить в соседнем лесу и заниматься аскезами в соответствии с указаниями священных писаний. Тем не менее, все мои усилия по контролю над умом и чувствами потерпели крах. всякий раз, когда я находился в лесу и медитировал на Господа, мысли о жене и детях атаковали мой ум, приводя меня в беспокойство. Как только это происходило, мой ум становился неистовым и я начинал чувствовать страх и грусть. В итоге моя медитация прекращалась. Ум свой можно регулировать лишь тогда, когда чувства находятся под контролем. Размышляя так, я решил для начала обузнать чувства. Но как только я пытался обузнать чувства, управляющие чувствами божества обращали свое внимание на меня. Божества, которые управляют десятью чувствами, лично пристали передо мной и сказали О, Ананта, наши имена Дик, Ваю, Сурья, Прачиты, Ашвини, Кумары, Агни, Индра, Упендра и Митра. Хотя мы управляем твоим телом, мы лично предстали перед тобой. Ты не должен терзать нас своим суровыми аскезами. Просто совершая свои аскезы, ты не добьешься никакой выгоды. Таким способом ты не сможешь обузнать свой ум и чувства. Скорее наоборот, терзая нас, ты будешь сам страдать. Даже слепые, глухие и калеки, живучие в лесу, не могут перестать думать о материальных наслаждениях. Материальное тело является домом, душа же является владельцем дома. Разум это жена владельца дома, а ум слуга. Мы контролируем жену дома в форме разума. Обусловленные души вынуждены вкушать плоды своей деятельности. Он является причиной рабства или освобождения в соответствии с указаниями иллюзорной энергии Господа. Ум приковывает жадных людей к этому материальному миру. Поэтому, если ты хочешь контролировать ум, ты должен занять его преданным служением Господу Харри с великой решительностью. Все плоды, порожденные деятельностью живого существа, сгорят в огне преданного служения Господа Харри. Таким образом, преданное служение это лучшее средство освобождения из материального рабства. Должно культивироваться понимание, что все живые существа качественно идентичны Господу, но все же занимают положение его слуг. Нет никаких сомнений в том, что преданное служение Господу Харри дарует трансцендентное блаженство любому существу. Различные грубые и тонкие материи, которые связаны с телом, разрушатся в преданном служении Господу. Если ты просто будешь олицезреть Господа Калки, то достигнешь освобождения из материального рабства. Получив наставление от божеств, которые контролируют десять чувств, я начал преданно служить Шри Харри, желая увидеть Господа Калки, рассеивающего тьму калий. По этой причине я пришел сюда. Мне посчастливилось увидеть Верховного Бога, которого никогда не касается материальная скверна. Я притронулся к лотосным стопам Господа, которые ничего не имеют общего с материальными стопами. Я услышал слова Господа, не имеющие ничего общего с материальным звуком. Сказав это, Ананта предложил свои поклоны лотосаокому Господу Калки, мужу Подмавати, а затем он был в радостном настроении. После полученных от великого мудреца Ананты наставлений, цари начали соблюдать обеты, предписанные Священным Писанием. Обретя высшую мудрость, эти цари достигли освобождения, поклоняясь Господу Калки и Подмавати. Шука сказал, каждый, кто услышит историю Ананты, будет освобожден из цепких лап Майи, тьма его невежества будет рассеяна, его материальное рабство будет разорвано по частям, и в конце концов он будет полностью освобожден от обусловленного существования. Преданные Господа Хари склонны исследовать принципам религии, но удовлетворяющие свои чувства в океане материального существования должны воспользоваться острым мечом трансцендентного знания, полученным из этого повествования, чтобы разрубить на куски шесть главных врагов, которые находятся внутри тела и возглавляются похотью, чтобы найти окончательное прибежище в преданном служении Господу Хари. Так заканчивается перевод 12 главы Шри Калки Пуран.